Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Рут, и сегодня мы продолжаем развиваться и эволюционировать в игре под названием Спор. Предыдущую нашу серию мы полностью отделили на строительство нашего космического корабля, и сегодня мы будем браздить на нём просторы Вселенной. Также мы перешли на этап космос, что очень важно. И давайте посмотрим сразу же на задание, что у нас даётся, что нам надо сделать. Вот. Тебе ещё не удалось побывать на планете Рекс? Отправляйся туда немедленно. Всё понятно, пока. Нам надо найти планету Рекс. Так, Херес. Вот она, планета Рекс. Туда и направляемся. И... приземляемся. Всё. Что-то странное на радаре. Этот корабль похож на тот корабль, который мы видели на этапе «Существо», но этот корабль совершенно на другой планете. Скорее всего, на нашей планете мы тоже можем найти тот самый корабль. Сигнал поступает с потерпевшего крушения космического корабля. Отправляйтесь на место падения и воспользуйтесь сканером, чтобы исследовать местность. Так, сканером, говорите? Куда-то нам туда просят. Вот он. Вот наш корабль. Так. Вот он, сканер. Они, видимо, инопланетяне начертили какое-то послание нам. Или куда-то направляться надо. Инопланетяне, но никаких признаков жизни. Похоже, перед смертью они составили какую-то карту. Стойте. В результате крушения произошел запуск притягивающего руча. Что-то попало к нам на борт. А что может попасть? Инопланетянин? Управляемые ракеты и межзвездные двигатели. В двигатель встроена система определения координат. Повреждения получены в результате военного столкновения. Возможно, этот корабль был послан с другой планеты для оказания помощи своему союзнику. Так, все, нам надо покинуть эту планету. Отправиться в звездную систему. То есть не в нашу галактику, не в нашу пояс из планеты, а дальше. Намного дальше. Координаты, сохранившиеся в блоке памяти корабля, соответствуют соседней планете. Возможно, эта планета является родиной этих существ. И им все еще нужна помощь. Но, мне кажется, тот период, когда мы были совсем крошечной креветочкой. Вы, наверное, это помните, если вы смотрели. И сейчас мы развились до таких технологий, что мы летаем на космических кораблях. Прошло просто колоссальное количество времени. И, мне кажется, им помощь уже не нужна. Но все-таки мы туда слетаем. Грели один. Отправляетесь. А, нет. Талибаза. Грели один. Оникс. Нам нужно Талибаза. А, видимо, здесь есть планета Талибаза. Вот она, планета Талибаза. А находится на этапе существо еще? Вроде как. Вот. Что-то странное на радаре. Что на этот раз? Существо? О, город. Это же город. Разрушенный город. Слишком поздно. Эти руины все, что осталось от колонии инопланетян. Сканирование местности, возможно, поможет нам понять, что здесь произошло. Но на самом деле, я думаю, то, что мои предположения были правдой. То, что столько времени просто нереально, сколько прошло. Сканируем местность. Ну, город был достаточно современный. Сканирование не дало результатов. Хотя, кажется, мы обнаружили какие-то признаки жизни. Радар фиксирует какую-то активность. Но это, видимо, существа, которые здесь обитают уже. Это же наш корабль. Сканирование запустило систему обороны этой колонии. Эти роботы не выглядят дружелюбно. Постойте-ка. Нам пришло сообщение. Тревога. Вторжение Гроксов. Уничтожь захватчиков. Гроксы? А задействован код самозащиты Грокс 999. Захватчики будут уничтожены. Мы не Гроксы. Внимание. Все корабли Гроксов, вторгшиеся на нашу территорию, будут уничтожены. Последний раз говорю. Мы не Гроксы. Так, понятно. Война? Понятно. О, боже мой. Чё-то их многовато, если честно. Но это самооборона. Всё, пока. Упокоцали нас не слабо. Всё? Мы всё поняли, да? Ну ладно. Задание выполнено. А какое следующее задание? А пока вернуться на родную планету. Так, на родную планету, да без проблем. Наша планета находится на созвездии или галактике Оникс 4. Приборы зафиксировали странные радиосигналы, исходящие с этой звезды. Да, это звезда. Летите туда и выясните, что это значило. Это же наша родная планета. Наша родная звезда. Вернуться на родную планету. Всё, возвращаемся. Задание выполнено. Мы знали, что... Мы не одни в галактике. Следы погибшей цивилизации, враждебно настроенные стражевые корабли и Гроксы. Что бы это всё значило? Очевидно, мы должны продолжать исследование и по возможности защитить себя от потенциальной угрозы. Для этого нужно создать колонии, которые можно использовать как база для дальнейших операций. Наши учёные уже пытаются воссоздать двигатель найденного тобой у корабля. А ещё мы создали систему поиска разумной жизни. Она помогает засечь радиосигналы, исходящие из звёздных систем, где есть разумные существа. Я в деле, дружище. Очень важно постоянно расширять империю и увеличивать её благосостояние. Лучший способ это сделать — строить колонии на различных планетах и добывать ресурсы. Для начала мы дадим тебе пару добровольцев, необходимых для организации первой колонии. Наши астрономы считают, что самая лучшая планета — это планета Брок... А, Барков. Так, я хочу... Ладно, давайте почитаем всё-таки. Отлично, построить колонию легко. Прилетев на планету, выберите нужный этот инструмент и разместите колонию на суше. Колония выстроится автоматически. Вероятно, вы свяжетесь с новой колонией и убедите, что жители... Так, всё. Супер! Всё, поехали! Планета Барков. Где же она у нас находится? В нашей системе? Рекс. Комета. Лорва. Так, значит, это где-то в другой галактике, да? Так, фильтр звёздной карты помогут вам ориентироваться к галактике. Фильтр позволяет определить нашу родную планету. Ага, всё понятно. Ладно, значит, нам сюда, на эту звезду и приземляемся. Планета Барков. Вот она. Ихняя солнечная система с ихней главной звездой, как у нас Солнце. Планеты, движущиеся по зелёным орбитам, легче всего поддаются терраформированию и колонизации с планетами, чьи орбиты подсвечены красным или синим, придётся потрудиться. Видимо, мы сейчас будем воссоздавать положительную среду для обитания нашей колонии. Вот, планета Барков. Приземляемся. И сейчас, скорее всего, мы будем видоизменять эту планету и делать под наш стиль. Колонию можно создать на любой планете, от бесплодных спутников до плодородных оазисов. В колониях происходит сбор пряностей, которые затем можно продавать. Так, значит, здесь можно, в принципе, выбрать уже колонию создать. Так, надо чуть-чуть поближе к пряностям. Вот это просто, по-моему, идеальное место. Но тут почему-то не... О! Это же метеоритный дождь падает. Всё, колония полетела. Ха-ха. Прикольная развертка зданий. Мы как мини-капсулу туда отправили. И всё, видите, то есть она отгородила себя от вот этой вот неблагоприятной среды. Поздравляем! Вы создали империю. Производительность любой колонии зависит от её размера, который, в свою очередь, зависит от терраиндекса планеты. Развитие терраформирования приносит большие награды. Так, нам теперь... Возвращайтесь домой. Полетели домой. В принципе, нам здесь уже делать, в принципе, нечего. Так, домой. Всё. Приземляемся. Отлично. Вы собрали пряность. Пряность — это очень ценный продукт потребления. Каждый раз при посещении своих колоний или родной планеты собирайте пряности. Так, нам надо прямо на базу. А нет, в принципе, мы можем уже отсюда переговорить с нашими. Отличная работа, капитан! Однажды наша империя станет самой могучной во вселенной. Мы рассчитываем на то, что ты будешь регулярно посещать новую колонию и забирать добытую там пряность. Наши учёные разрабатывают новые технологии, которые помогут увеличивать терраиндекс планеты. И однажды мы сможем улучшить условия жизни в новой колонии. А пока у нас есть более насущные проблемы. Может, продолжим? Капитан, мы перехватили сигналы, которые, судя по всему, исходят от неизвестных нам разумных существ. Мы хотели попросить тебя найти и попробовать установить контакт. Можешь воспользоваться системой поиска разумной жизни? Хорошо. А как с ними общаться? Видео-коммуникатор оборудован универсальным рентранслятором, который помогает общаться с любыми инопланетными расами. Чтобы задействовать коммуникатор, надо находиться в звёздной системе, интересующей вас империи. Отлично. Где их найти? Нам не удалось точно определить, откуда исходят сигналы, так что тебе придётся поискать. Такой интересный сидит, блин, командует и поискать. Так. Оказавшись в звёздном пространстве, направляйтесь в те звёздные системы, на которых реагирует твоя система поиска разумной жизни. Радиоизлучение и звуковые сигналы – признак того, что мы на верном пути. А как я узнаю, что пора возвращаться? В процессе перелётов некоторые двигатели корабля могут выйти из строя. В этом случае нужно вернуться на родную планету и организовать ремонт и подзарядку. Также стоит проверить, нет ли других указаний из Центра управления заданиями. Кажется, всё ясно. А, дай нам знать, когда установишь контакт с инопланетянами. Мы сами инопланетяне. Так, найдите космическую цивилизацию на другой планете и установите связь. Так. Нам надо какая-то система, чтобы... Это колонизация, это терраформирование. Так, ладно, полетели сюда. Нам, в принципе, сюда показывается почему-то. А, во, всё. Да здравствует наша империя. Так. Да, капитан, чем мы можем тебе помочь? Так, надо отремонтировать, дружище, и подзарядить меня. Задание. Колонии на планете Барка всегда нужна та или иная помощь, капитан. Сейчас проверим, есть ли какие-нибудь задания. Я ищу задание, есть что? Да, у нас найдётся задание к возвращению, а, к сожалению, оно связано с умершлением животных. Вознаграждение 25 тысяч. В принципе, неплохое такое вознаграждение. Некоторые общества по охране природы заинтересовались планетой Элин. Они постановили, любые генетические отклонения, происходящие на этой планете, должны быть отслежены и подавлены. Твоя задача устранить нескольких представителей одной из местных видов, чтобы предотвратить подобное оклонение. Как туда добраться? На планете Элин обитает рогозебр. У животных этого вида светятся хвосты, так что их легко найти. Истреби их всех, но не задень других существ, местных жителей и их постройки. Эта звезда называется Оникс-1. Все? Без проблем. Ну, в принципе, это как создание чистой такой расы. Так, сюда нам надо. Так, Элин. Робозебров надо. А, робозебров. Рогозергов. Зергов. Так, что-то странное. Ты же пряности. Ты же знаешь. Мы обнаружили необитаемую планету. Животные и растения, которые могут пополнить экосистему других планет. Необитаемые планеты являются таким же источником пряности, необходимым нашим колониям. Так, полетели. Где-то вот, вот здесь вот она пряность находится. А что надо с этой пряностью сделать нам? Исследовать? Давайте-ка попробуем исследовать эту. Ничего не происходит. А, или, в принципе... Я просто не понимаю, куда он клацает мне. А, вот они. Ну, извините, дружище. Это хоть те... Я хоть тех убиваю. Да, вот они. Все. Одну зачистили. В принципе, я... За создание крупной могучей расы. То есть мы... Просто поддерживаем экосистему... Наших племен. Что? Что не так? А-а-а-а! Я понял. Все. Я понял, в чем моя проблема. Надо было отслеживать только тех существ, кто является непотребным к жизни. Ну что ж. Ничего страшного. Сейчас мы, наверное, переиграем это все. Так. Дружище. Пожалуй, перед выполнением задания тебе стоило посмотреть в словаре... Слова охрана. Эх, ну извини, чувак. Давай еще задание. Я очень немелый. Ты ведь знаешь. Гадание? О, конечно. У меня где-то есть колода карт. Кофейная гуча и целый справочник к ним. А, да, задание. Я не расслышал. Нет. Нет никаких заданий. Эх ты, блин. Профукали свое первое задание, но... Ничего страшного. Так, нам надо поискать где-то разумную жизнь. Какой-нибудь сканер надо дать. А, видите, мы сюда не можем, в принципе. Так, ладно. Куда же мы полетим? Давайте-ка на родную планету исследуем ее сперва. Может, какое-нибудь задание найдем. Так, дружище, дай-ка нам задание. Здравствуй. Задание. Ага. Так, перехваченный сигнал и говорят о том, что неподалеку отсюда есть другая космическая цивилизация. Найди ее и установи контакт. А я займусь этим. Ясненько? Все, без проблем, дружище. Только куда нам? Так, это наша колония. Так, сюда, ладно. Погнали. Я просто немного не понимаю, как этим всем пользоваться. Угу. Понятно. Что ничего не понятно. Я вот не понимаю, вот эти вот звуки... У-у-у-у. Они... Правильные? То есть, нам сказали, чем сильнее, тем лучше будет, да? Так. Только на орбитах планеты. Давайте-ка попробуем, может здесь кто есть. Так. Здесь никого нету. А, в принципе, я понял немножечко, как это действует. Или нет? Нет, я не понял. А, радар может. А, это радар. Надо это включить, наоборот. Так, ладно, здесь ничего нету. Так, планеты, планеты. Солнечная система. Орбиты. Давай сюда, доли, не знаю. Слетаем туда. Нам просто надо найти какую-нибудь другую цивилизацию. В принципе, и все, я понял. Да. Я понял, как это действует. Или не понял. Так, тут у нас есть. Надо немножечко подзарядиться. А я подзарядиться не могу уже, что ли? А давайте попробуем колонию тогда создадим. Я же колонию могу создать. А там уже подзарядимся. В принципе, да, почему бы и нет. Да, блин. Я себя загнал, что ли, не туда, куда надо. Так, ладно. Ничего страшного. Потупим немного и поймем, в чем дело. Так, мне надо бы домой. Но я не долетаю. А как долететь? Ребята, заберите меня. Ребята, ну пожалуйста. У меня заканчивается топливо. Ладно, полетели, пока исследуем другие планеты. Так. Так. А вот колонию подзарядиться. Так, чтобы... Панелью переговоров. Так, дружище. А где панель переговоров? Ребят, я тут застряну, походу. Так, ребят, долететь бы мне. Все, отлично. Позарядиться надо. А то что-то нас вообще... Так, ладно. Так, креветка. Спасибо за прием. Так, бесплатно, бесплатно. Задание. Так, перехватчики, да. Так, ничего не понял. Пока не понимаю. Надо нам исследовать просто другие планеты. В принципе, мы сейчас этим и можем заняться. Нам надо просто найти другую цивилизацию. Во! Мы нашли какую-то цивилизацию новую. Все. Вот, дружелюбная какая-то планета. Все. Вот их корабль. Все сходится. Инопланетные расы существуют. Мы не одни. Похоже, они прислали посланника с приветствием. Возможно, нам стоит с ними поговорить. Откройте панель для общения. Привет, дружище. Добро пожаловать, добро пожаловать. Всегда рады, рады. И друга, если ты друг, конечно. Как тебя зовут? Я Динопотамус. О, какой ты. У меня мирные намерения. Восхитительные существа. Как ты? Должны тратить деньги так же восхитительно. Хрена себе под зарядку у них. Так, дипломатия давай. Ты само совершенство. Десяточку на. Так, мне бы хотелось узнать о вашей расе много. Мы империи Шелтка. Искренне верим в философию доставка. А, достатка. Она учит нас заниматься своими делами и делать их хорошо. Во вселенной ты не отыщешь другой империи, которая могла бы сравниться с нами по организационной эффективности. Хотя, должен признаться, ты выглядишь как очень неглупое существо. Динопотамус, ты, наверное, неплохо управляешься со своей империей, а? Ладно, не скромничай. Так и есть. Иначе тебя здесь бы не было. Только самые умные существа во вселенной пытаются разыскать расу империи Шелтка. Чтобы проконсультироваться с нами по деловым вопросам. И только самые умные существа, ну, прям захвалили. Так, дипломатия. Давай, Союз. Извини. Так. Мы слишком заняты бизнесом. Твой визит большая честь для нас. Планета Таландон нужнается в твоих услугах. Так. Управление космическим кораблем. Тебе и твоей команде предстоит высадиться на различных планетах. Наши ученые оснастили твой корабль устройством для телепортации, которая будет переносить тебя и твою команду на планеты, где вам предстоит выполнять задание. У всех крутых капитанов есть такая штука. Ну что? Не знамо? Так. Прибыв на планету Таландон, выбери экипировку для своей команды. Затем высадитесь на поверхность. Для выполнения некоторых заданий ты сможешь взять с собой десантный отряд. Выполнив задание, возвращайся сюда. Мы задание получили. Отправляется на космопорт на планеты Таландон. Это сюда? Тут космопорт. Таландон, все. С главным роботом. Так. Итак, ты отправляешься в космопорт. Где тебе предстоит ознакомиться с Азами Приключений? Ты знаешь, что тебя ждет в этапе космоса? И что делать, чтобы стать лучшим капитаном? Так, все. А, нам надо теперь редактировать нашего существа. Давайте этим закончим. А, создадим и закончим, в принципе, да? Сразу же посмотрим. Индикатор энергии. Все правильно. Так, дружище, вы, в принципе, можете что-нибудь надеть поболее прикольнее? О, противогазная жизнь. Клево. Пластины. Вентиляторы, ракеты. Нормально, клево. Мне нравится. Наплечники новые. Отражатели. Нет, это я оставлю. Вот эти вот вещи я скорее медальон продам, да? Таймеры. Что еще есть? Спирали. Киберглаз. Пропеллер. Хвостик. Хвостик. Но у нас есть уже хвостик. Один. Довольно хороший хвостик. Так, а тут ничего нету с космическими приключениями. Мы еще пока не нашли. Ну ничего страшного. Ладно, мы поняли. В принципе, здесь можно нам оборудовать как-то наше существо. Сделать его более привлекательным. Капитан Рекрут. Не, Рекрут. Высадка на поверхность. Давайте-ка высадимся сразу же. И здесь уже у нас космическое приключение добавляется. Давайте посмотрим, что это и как. Мне самому интересно, ни разу не играл в это дополнение. Космическое приключение. Это довольно будет прикольно. Трон-дон-дон-доро, дон-дон-дон-доро. Прямо Звездные войны какие-то. О, неплохо, да. Эй, всем привет. А кого здесь столько не встретишь? Хочешь найти приключение и стать легендарным капитаном? Тогда поговори с местными обитателями. Вау. Ха-ха. Клево. Так, это понятно. Все, индикаторы процесса. Блин, слушайте, офигенно. Ха-ха. Что ж, дорогие друзья, на этой минуте мы и закончим. Да, я вот такая вот... Немного нехорошая личность. Я заканчиваю на самом интересном месте, чтобы вам было интересно смотреть дальше. Всем спасибо, кто посмотрел. Удачи и до новых встреч. Увидимся в следующей серии Спор. Она будет совсем скоро. Не переключайтесь. И смотрите мой канал. Да, друзей еще зайи. Вот возьми и позови друзей. Скажи такой, есть тут канал один, тут космические приключения. Знаешь, как интересно будет? Давай. Ты меня понял. Всем пока.